2016 год выдался довольно успешным годом для красавиц из Тулы и Тульской области. Наши девушки приняли участие не только в показе известных российских дизайнеров, но также представили нашу страну на одном из самых престижнейших международных конкурсов красоты Miss Diamond of the World, что переводится Miss Brilliant Mira. Данный конкурс состоялся в Алжире совсем недавно, буквально несколько недель тому назад. И две наши очаровательные красавицы Софья Никитина и Софья Лунина представили нашу страну в финале данного фестиваля. Данный конкурс включал в себя не только основы дефиле, фото, видеопозирования. Основная задача участниц стояла в том, чтобы раскрыть достойно культуру, историю, наследие своей страны. Софья Никитина приняла участие в прошлом году в конкурсе красоты королевы Тулы и стала ее достойным финалистом. А Софья Лунина взяла первое место на фестивале «Наследие Тулы-2016». Я очень долго к этому шла. У меня с детства была мечта стать моделью. И после этого я захотела пойти учиться в модельное агентство, чтобы освоить навыки фотопозирования, видеопозирования. Я посчастливилась полететь после своей первой короны на конкурс международного уровня. Это было очень тяжело и серьезно подготовились. Я попала в топ-3 этого конкурса. И я очень рада, что мне предоставилась такая возможность представить свою страну на таком высоком уровне. Я очень рада и счастлива, что получила такую возможность участия в международном конкурсе. И это большая честь для меня попасть в топ-10 красавиц мира на таком высоком международном уровне. Наши девушки были очень грамотно подготовлены к участию в международном финале конкурса красоты Miss Diamond of the World. Они достойно представили нашу страну. Основной задачей данного конкурса было раскрытие именно идеологии дружбы всех стран всего мира. И наши девушки достойно справились с поставленной задачей. Софья Никитина стала топ-10 самых лучших, самых красивейших девушек планеты. А Софья Лунина привезла в Тулу корону международного конкурса, заняв почетное третье место. Подготовка участниц к финалу международного конкурса красоты длилась почти 10 дней. За это время красавицы со всего мира не только принимали участие в репетициях и фотосессиях, но также изучали и культуру страны, в которой проводился сам финал международного конкурса красоты. А именно, попробовали национальную еду, увидели то, как живут местные жители данной страны. Также посетили достопримечательности и музеи Алжира. Программа была насыщена и увлекательна. Финал конкурса включал несколько подготовительных этапов, которые расценивало почетное жюри конкурса. А именно, девушки демонстрировали национальные костюмы своих стран. Также прошло дефиле в национальном костюме непосредственно самого Алжира. Было дефиле в коктейльных и вечерних платьях. Наших красавиц из Тулы и Тульской области поддерживали дипломаты из посольства Российской Федерации в Алжире. Особо почетно, что именно красавицы из Тулы и Тульской области представили нашу страну в финале международного конкурса красоты Miss Diamond of the World.